Всем большой-большой привет! Итак, давайте сегодня обсудим ароматы, которые я собираюсь носить в октябре месяце. Первые две недели, да, будем называть так. С первой по... пусть будет по пятнадцатой, по четырнадцатой. В общем-то, это не сильно так уж важно. Значит, отступление расскажу. Тени сегодня на мне новинка, которую я вчера показывала вам в покупках. Вот такие тени от фирмы... от фирмы Lemony. Такой цвет. 0.31, по-моему, оттенок. Да, 0.31. Просто реснички накрасила, я просто немножечко эти тени так подтушевала. Мне нравятся, знаете, такие они не слишком сиреневые, такая вот дымка красивая. И помада, кстати, очень-очень старая от Faberlic. Помните, вот такая еще была помада, которая также открывалась. Она у меня уже вся-вся-вся немножечко так поцарапана. Она была более такая блестящая. Но цвет просто супер. Он такой, видите, розово-лиловый. Больше такого цвета я не встречала. Сейчас какая-то мода пошла. Если лиловый оттенок, да, помады, то это какой-то такой серо-лиловый, в общем-то, некрасивый. А этот просто изумительный. Мне очень нравится. Если знаете подобный цвет, может быть, также Faberlic просто, знаете, бывает на картинке, оно, ну, непонятно, то пишите. Вот такой красивенький цвет. Он вроде бы и розовый, но он такой сиреневенький, можно сказать, да. Итак, теперь давайте приступим к ароматам. Сколько я, значит, отложила? Два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. На две недели девять ароматов. Десять. Десять. Я сейчас один принесу. Я забыла, он у меня уже в сумочке им пользовалась. Так, все, сходила за ароматиком. Это, знаете, как в прошлый раз я снимала видео, какие ароматы я носила. Последние две. Да, вторую половину сентября. И забыла там рассказать про аромат For Very Belle and Diva. И его на столе просто не было. Я его, видимо, куда-то отнесла, перенесла, переставила. И я про него просто забыла. Попкорн, да. Ну, так вот, начнем. Первый аромат, который вот был у меня уже в сумке, я вам его и покажу. Это шейк под номером 40. Как раз-таки такой закос под Chanel Tender. Chanson Tender. Значит, недавно снимала видео про парфюмерию шейк и рассказывала, что я его меньше всего поняла. Меньше, ну, даже не меньше всего носила. Я его носила много, но вот в какое-то короткое время, да, там какие-то 4-5 дней. Но все-таки, возможно, аромату надо было настояться. И я его отставила и забыла вообще про него. Вот. Так что я его носила вчера. Целый день практически. Целый день была в нем. Ну, так, знаете, после обеда я его нанесла и до самого вечера он на мне держался. Схож ли он действительно с оригиналом Chanel Chance O' Tender? Минимально схож. Схож какой-то такой терпкостью, да. На мой взгляд, больше даже похож Incadessence Lotus, если честно, на Chanel Chance. Ну, в старте хотя бы. Здесь практически нет сладости. Chanel Chance O' Tender тоже как бы не сладкий, но там есть. Все равно она присутствует. Сладость, цветочность, свежесть. Вот все. Вот это айва, да, терпкость. Вот здесь это такой свежий аромат, который имеет терпкость. Она не прям один в один, даже как у Chanel Chance O' Tender. Вот эта терпкость, айвы, она немножечко другая. Но если как бы мы абстрагировались и просто берем аромат, наносим на себя, и что я лично ощущаю? Он неплох. Он такой, да, действительно свежий, немного терпкий, не сладкий. Какой-то, знаете, такой свежедревесный в базе. Вот сейчас он имеет хоть какую-то такую маленькую-маленькую сладиночку, но по итогу он раскрывается, но без сладости, да. Значит, шлейф он имеет, но он имеет такой... Я люблю, кстати, когда такой шлейф, знаете, когда его нет-нет, потом раз он появился. Вот так вот интересно, когда шлейфит. Да, то есть я ходила уже там поздно, вообще ему поздно что-то, последнее время ложимся спать. Я тут, знаете, то белье мне надо повесить, то еще что-то. Мне всегда вот... Ну, я вообще сова, как только там после 11, после 12, мне сразу надо что-то делать. Так вот, я ходила, я уже забыла, знаете, про этот аромат, что я его на себя наносила, и я понимаю, что какой-то шлейф от меня есть, такой вот минимальный, полупрозрачный, но абсолютно ушла хоть какая-то сладость. И вот такой свежий, немного, ну, нетерпкий, ну, вот что-то такое. Неплохо аромат, да, то есть он все-таки имеет стойкость, имеет шлейф. Просто он сам по себе такой нежный, полупрозрачный. Он очень отлично подойдет на ежедневное использование. Я буду продолжать им пользоваться. Мне он понравился. Второй аромат, кстати, который нравится моему мужу очень-очень. И вы у меня спрашивали в комментариях, писали, что какой же аромат нравится мужу. Ну, то есть все уже знают там, например, что там, ну, мелодия ему нравится, да, от Faberlic снятая. Но, опять же, там надо минимальную концентрацию нанести, хотя аромат сладкий. Но это просто какая-то конфетка, поэтому это, ну, всегда вкусно, да. Все мы были детьми, и всегда вот, ну, это такое какое-то, наверное, воспоминание такой конфеточки, вкуснятинка. Дальше. Ну, то есть вот какие-то такие свежачки ему нравятся. Арифлейм, Эклад Уикенд, ну, вот такое. И тут, значит, я помню, что этот аромат ему нравился. Это Faberlic Ophi Eric Emotionnel. Вот. Я его носила, и смотрите, кстати, прям немало я его сносила. У меня есть первая версия Ophi Eric Sensuel. И здесь я его носила гораздо-гораздо меньше. Хотя, в принципе, ну, как бы этот аромат мне нравится больше, но не всегда он на мне хорошо раскрывается. Но сейчас я его не беру в использование, я беру именно Emotionnel. Почему носила больше? Потому что муж мне делал на него комплименты. Так вот, недавно я ему дала его протестировать. Он, в общем, там как-то охал-лахал, прям сам себе на ботер пшикал. И там нюхал и нюхал, и еще раз себе подпшикивал. Ну, в общем, аромат про что? Персик, апельсин, корица, ваниль. Вот так. Как я его воспринимаю? Почему он мне, ну, как бы так, на эти не сильно нравился? Я его, конечно, покупала, кстати, по пробнику, даже не конечно, это, в общем-то, странно для меня, но даже тогда еще, да, там, два года назад. Я его купила по пробнику. Он мне не очень сильно понравился, хотя в раскрытии, в базе он так немножечко заванилился. Но я не люблю ваниль, но это даже как-то было, ну, лучше уж ванильно, чем так, как он изначально, да, стартовал на мне. Но я решила его приобрести, потому что у меня был вот этот флакончик, и я хотела вот собрать, как бы, да, ну, два, чтобы были вот кружева. Я вообще люблю кружева. Так вот, я его купила. Купила, но мужу он на мне нравится. Я его воспринимаю, как алкогольный такой напиток, знаете, теплое вино с корицей, тогда апельсин еще китает, вот этот глинтвейн. Меня в детстве нет-нет лечили теплым венцом, там, два-три глоточка горячего вина и под одеяло. Ну, в общем, я не воспринимаю алкогольные напитки, когда они вот такие теплые. Здесь вина нет, но есть здесь корица с апельсином, и все, и мне отсыл глинтвейн. Хотя меня лечили не глинтвейном, просто вином, но вот как-то вот есть в нем какая-то для меня имена алкогольность. И даже немного меня, как бы, знаете, ну, подташнивает, можно так сказать. Но мужу он очень сильно нравится, и, в общем-то, в какой-то момент, знаете, вот сейчас там, я его носила, наверное, года полтора, может быть, назад, может быть, два, но, в общем, давно. И сейчас вот мы с ним вместе его тестировали, я подняла, что, ну, неплохо, а его же еще сняли. А знаете, как бывает, вам не нравится аромат, как только сняли, все, где взять, классный, надо экономить, не буду им пользоваться. Ну, вот начинается у меня что-то там, в общем, с моими таракашками. Ну, решила взять в использование, порадовать супруга. Он, в принципе, довольно-таки насыщенный, яркий, что для меня удивительно, почему он, в общем, моему супругу нравится. Я думала, что он любит такие какие-то, знаете, свежачки, а нет. И, кстати, он говорит, что этот аромат похож на парфюм, который у него когда-то был. Ну, мне как бы не представляется, какой мужской аромат может вот так сладко специи его пахнуть, персиково, да? Не знаю я, но пускай будет. Может быть, у него ассоциация вот с какой-то своей там прям совсем молодостью-молодостью, я не знаю. И вот он считает, что у него такой был аромат. Мне кажется, может, он что-то перепутал, может, он где-то просто подобный аромат слышал, я не знаю. Ну, в общем, беру в использование. Дальше. Давайте пройдем тогда уже по Фаберлик. Фаберлик Мисс Инкогнито захотелось мне, если вдруг я захочу сладенького, но именно такой аромат, который нравится мне. Он ягодный для меня, такой кисло-сладкий. Я так люблю вообще. Значит, что там заявлено? Там тоже, по-моему, какой-то красный апельсин, то ли красный... Нет, сладкий апельсин, по-моему, как-то так заявлено. Груша заявлена. Красное дерево заявлено. И бурбонская ваниль. И вот как раз-таки я этот аромат тоже покупала по пробнику. И для меня это было вау. Ну, в общем-то, сочетание ванили с грушей, это всегда для меня выигрышно. Это единственное, наверное, сочетание, когда я прям люблю ваниль, если это груша. Ну и, в общем-то, здесь еще цитрусы. Очень-очень классно. И он такой в базе древесный. Мне он нравится. Я вот решила, знаете, его взять, ну, наверное, как-то прям, ну, под настроение. Я не могу сказать, что он слишком переслащенный. Он мне прям, да, нравится. Наверное, либо согреться, если я захочу, либо на выход. Вот так. То есть он для меня такой прям, ну, красивый, можно сказать, праздничный. Но праздничный не прям, ну, вот куда-то, знаете, на вечер. Не то, чтобы прям какой-то там шик с отлетом надо, знаете, когда прям вечернее платье. Ну, вот на вечер он прям красивый. Буду им пользоваться. Стойкость у него не очень большая, часа три. Но меня это устраивает. Я люблю вообще, знаете, прям обновить на себе аромат. Есть он на мне его или нет. Я просто люблю еще вот, ну, как бы сам процесс нанесения аромата. Я люблю, поэтому ничего страшного, даже если он слетит с меня за три часа. Следующий аромат также Фаберлик. Это аромат Бум Кутюр. Вот такая вот у меня тридцаточка. Он у меня новенький. Вот, видите, прям под... Налит прям под горлышко. Аромат вроде бы как с какими-то ягодками, фруктиками, какие-то цветочки. Для меня он неизведанный, можно сказать, потому что я его купила, протестировала и поставила. Ну, да, он такой сладковатый. Да, он, знаете, мне кажется, он немного потом припудривается. И он такой с какой-то пластиковой ноткой, что ли. Ну, в общем, интересный. Но я хотела бы его узнать получше, поэтому беру его в использование. Так, Фаберлик последний аромат. Это тот случай, вдруг я... У меня не получится какие-то флаконы завершить, которые я взяла, да. То вот, пожалуйста, чтобы был пустой флакончик. Это Фаберлик Феста де Вита. Было 15 миллилитров. Осталось, наверное, миллилитра 4, мне кажется. Это такой пионный, мыльный, свежий пион. Но с зелеными все-таки оттенками, потому что некоторые говорят там цитрусовые нотки. Но я не слышу цитрусы. Бергамот здесь, по-моему, заявлен. Но мне как-то все, знаете, просто немного в зелень, что ли. Очень приятный, свежий такой, знаете, пена для ванны. Вот так аромат звучит лично для меня. Мне он очень нравится. Даже как повседневный. Он шлифит только в прохладную погоду и только в ветреную погоду. Летом он совершенно теряется. Поэтому все-таки это аромат для меня такой, ну, осень, зима, весна, вот прям ранняя. Но я думаю, что не составит труда мне его добить. Поэтому я его, конечно, беру в использование. Еще один есть фаберлик. Это пондор. Я решила все же взять его в использование на прохладные вечера. Как раз, знаете, центральное отопление включат, там, не знаю, 13 октября. Если я буду мерзнуть вечером, если обогреватель не будет достаточно обогревать, то я возьму вот такой сладкий-сладкий абрикосовый. Что это? Это не компот, это варенье. Абрикосовое варенье с молочными нотами. Но даже сейчас нет-нет, ей цветы какие-то слышу. Ну, в общем, беру в использование. Вдруг все-таки буду пользоваться именно, ну, дома, да. То есть, как бы я не хочу таким вареньем абрикосовым пахнуть куда-то, выходить в люди. Но вообще, я собираюсь использовать, ну, вряд ли у меня за месяц получится. Это Friel Beauty, компания Dillis, белорусская компания. Вот здесь уже персики, нектарин, очень сладко, цветочно. И даже какая-то свежая нотка при этом все-таки есть. Но это очень дешево. Вот этим ароматом я пользуюсь исключительно дома. И когда мне просто надоест этот аромат, вот я буду пользоваться Pondor. Вот так. Ну, то есть, я, конечно же, хочу его добить, но вряд ли я за один месяц успею, за две недели, да. Вот, но до конца года. Поэтому, конечно, я беру в использование, потому что надо добить. Итак, теперь Avon. От Avon всего два аромата, которые я решила взять. Опять же, аромат, который я записала себе в Project Pen, это Summer White Sunset. У меня здесь есть отметочка, но эту отметку я оставила чуть-чуть раньше, да, когда-то. Все никак у меня к нему рука не тянется. Причем я люблю этот аромат. Мне он очень нравится. Он с перчинкой. Он такой позитивный. Он вот такой яркий-оранжевый. Он такой прям шлейфовый. Он громкий. Он держится, наверное, три часа, но довольно-таки громко для того, что это туалетная вода. И стоимость там 370 рублей, наверное. Ну, может, 400. Но раньше вообще, не знаете, там по 250-х можно было купить. 270. То есть, копеечный аромат, на самом деле. Но он так красиво звучит. Он такой плотный, яркий. Что там? Там березовый сок, перец, мне кажется, розовый, да. Но он очень перченый, достаточно. Он позитивный, поэтому я с удовольствием беру его в использование. То есть, что откладывать, если я вот решила его добить? Я просто хочу его добить и купить себе такой же новый. Не потому, что он мне не нравится. Аромат просто уже у меня, наверное, года три, возможно, четыре. Ну, то есть, мне надо от него просто избавиться. И как бы соблюдаем ротацию, да. От старенького избавляемся, новенькое приобретаем. Еще один аромат от компании Avon. Он у меня тоже давно. Но я им не пользуюсь практически вообще никогда. Это линейка Today Tomorrow Always. И это как раз-таки Tomorrow. Прекрасный аромат. Восточный. Немного сладкий. Он древесный. Он пряный персик. Пряный персик. Да, вот прям персик. Но он, знаете, такой не свежий. Не такой вот прям сладкий. Вот обычный персик. Нет. Здесь бархатцы. Цветочки, да. То есть, еще какие-то цветочки. Вот эти бархатцы, они дают какую-то такую, ну, не то чтобы горечь, но вот и припудренность такую своеобразную. И вот этот персик в этих бархатцах, это очень красиво звучит. Розовый перчик здесь есть. И в базе он такой сандаловый. Амбра и сандал, но больше почему-то я слышу здесь именно сандал. Он восхитительный. Он, это просто, знаете, шлейф-шлейфович. Это уже, конечно, аромат такой прям на выход. Но я думаю, что на каждый день я смогу им пользоваться очень даже. Красивый аромат, просто красивенный. Класс. И еще взяла вот последний ароматик в такой миниатюрочке. Это Evroche So Elixir. Решила взять. Почему? А, это Le Versie Le De Parfum. Вот так у меня, значит. Такая малышка, 5 мл. Почему решила взять? Вообще, знаете, часто показывает этот аромат в подборке осенних парфюмов. Я решила взять. Я не помню, как он на мне раскрывается. Я его купила, знаете, там два раза намазиком нанесла. И все. И он у меня стоит уже года два. Поэтому я решила вспомнить. Вот так, когда я его, да, обоняю не с крышечки, а с самого флакончика. Он достаточно цветочный. Но он такой какой-то резкий. Да, есть какие-то такие спиртовые, что ли, нотки. Ну, в общем, я решила тоже с ним как бы заново познакомиться. Потому что я подзабыла его. Ну, как подзабыла. Он у меня практически новый, да, видите. Ну, в общем, буду пользоваться. И потом даже, может быть, решу. Может, мне надо и полную версию. Так что вот эти два аромата такие, которые у меня есть в коллекции. И как бы не новички. Ну, вот этот новичок, и может быть, ему месяца три. Но я им не пользовалась. Поэтому я хочу с ними, так скажем, заново познакомиться. Все. Такие десять ароматов на две недели. Конечно, многовато. Ну, что поделать. Может быть, какими-то я не буду пользоваться. Это уже мы обсудим через две недели. Еще раз встретимся и обсудим. Все. Спасибо огромное за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.